Здравствуйте! В эфире программа «Поддержка бизнеса». Сегодня мы поговорим об Евразийском экономическом союзе, точнее, о его влиянии на развитие казахстанского бизнеса. Гость нашей программы – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» Евгений Больгерт. Добро пожаловать, Евгений. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете потенциал ИАЭС для развития нашего бизнеса, предпринимательства в Казахстане? Ну, наверное, я не открою секрет о том, что потенциал общего рынка – это большие возможности для бизнеса всех пяти стран, в том числе и для казахстанского бизнеса. Это рынок, который превышает, как вам известно, 180 миллионов человек. И совокупный ВВП оценочно составляет 1,8 триллионов долларов США. То есть это, в принципе, даже вызов для каждой из стран, которая может попробовать себя на экспорт в ближайших странах. И мы оцениваем потенциал достаточно высоко. Почему? Потому что сегодня емкость рынка Казахстана, как известно, она недостаточна для того, чтобы развивать свое предприятие в долгосрочной перспективе. И поэтому каждый из устойчивых производств смотрит на то, чтобы поставлять свою продукцию на рынки как сопредельные, так и на рынки третьих стран. И вот, пожалуйста. Вот вы сейчас сказали, что такой рынок, объем рынка – это вызов для всех предпринимателей, для всех бизнесменов всех стран. А как с этим вызовом справляется казахстанский бизнес, на ваш взгляд? Действительно, я не оговорился, когда именно использовал термин «вызов». Почему? Потому что конкуренция, которая существует на едином рынке, она достаточно серьезная. Будем говорить, ее давление или ее присутствие постоянно ощущают наши предприниматели. Мы регулярно получаем информацию о том, что есть две стороны. Есть и положительный эффект от интеграционных процессов, который, в частности, по целому ряду пищевой продукции нам дал возможность наращивания экспортных поставок, прежде всего на рынок Российской Федерации, как на самый большой рынок. Но в то же время интенсивность взаимной торговли зачастую предполагает в том числе и некие ограничения, которые так или иначе возникают в ходе торговли. Но не секрет, что для Казахстана, как страны, имеющей достаточно протяженную границу с Российской Федерацией, имеет большое значение рынки сопредельных областей. И надо сказать, что, к нашему пока большому сожалению, добиться значительных успехов именно в торговле на сопредельных территориях не удается. Почему? Потому что каждая страна, если мы больше ориентированы, как страна на поддержку экспорта, то в Российской Федерации основным приоритетом в части продукции или товаров народного потребления, скажем так, пищевой продукции является импортозамещение. Поэтому потенциал производителей российских, он достаточно высок, и поэтому присутствие казахстанских товаров там сталкивается с определенными ограничениями. Это могут быть и какие-то конкретные решения, а может быть мы их просто видим как сложность с доступом в торговые сети. Мы видим по статистике, что в целом ряде регионов присутствие казахстанских товаров не превышает, например, по молочной продукции 3%. Хотя потенциал у нас есть и качество, самое главное качество, и востребованность со стороны потребителей той же Российской Федерации, он есть и давно уже оценили качество нашей продукции. Мы можем сказать, что казахстанские производители смогли закрепиться в какой-то нише вот благодаря качеству своей продукции? Ну я могу даже привести просто ту линейку или ассортимент продукции, которая сегодня пользуется спросом и по которой у нас есть потенциал экспортный. Это мясо птицы, это говядина, это макаронные изделия, это томаты, это кисломолочная продукция. По вот этому спектру товаров мы видим положительную динамику поставок на российский рынок. Положительная динамика какова? Положительная динамика именно экспортная. Мы видим сейчас, ну если брать цифры, то экспорт из республики Казахстан в страны ЕС, он равен 5,9, около 6 миллиардов долларов США. И эта цифра достаточно приличная. Но если ее сравнить с импортом, который Казахстан имеет во взаимной торговле со странами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу, то мы увидим, что импорт в два раза превышает наши экспортные поставки. То есть мы имеем, к сожалению, отрицательное торговое сальдо именно в рамках ЕС. А анализировала ли Палата изменения вот этого баланса? Насколько он изменился, допустим, за последние три года? Мы анализировали, или можно сказать, что сейчас находимся как раз на стадии такого серьезного анализа. Мы взяли период несколько более длительный, с момента создания таможенного союза и дальше выделяем период, когда уже был заключен договор о Евразийском экономическом союзе. Как я уже сказал, по целому ряду товаров есть положительная динамика, но по структуре нашего экспорта, если брать его в целом, то преобладают все-таки товары сырьевой направленности. Это и металлы, это минеральное сырье. Ну, определенную долю занимают, конечно, и готовая продукция, товары, которые мы поставляем по линейке пищевой. Но я бы хотел здесь сказать еще о том, что сами по себе проблемы, они во взаимной торговле имеют, знаете, такую основу, если встречался вам термин зеркальных мер, когда идут, скажем, определенные торговые войны, и каждый из стран старается отреагировать на решение своего партнера примерно зеркально. Вот мы видим, что на территории или, скажем, в странах, куда мы поставляем продукцию в рамках ЕС, имеют место ограничения и барьеры. То есть это непростой термин, за ним кроется целая процедура, когда Евразийская экономическая комиссия признает, что торговля по этому направлению действительно ограничена. И мы имеем ограничения по поставкам алкогольной продукции, например, на рынок Белоруссии, потому что там действует институт так называемых специмпортеров. То есть это некая узкая горлышко, через которое только может поставляться алкогольная продукция на рынок Белоруссии. Наши партнеры в Кыргызстане используют фиксированные цены на продукцию, в частности на продукцию казахстанского производства, то есть ниже этого порога продавать ты не имеешь права на рынке Кыргызстана. При этом производители Кыргызстана могут более гибко подходить к ценообразованию, тем самым обыгрывая нас просто по стоимости наших товаров. Вот сегодня в мире много говорится о торговом протекционизме, мы все видим, наблюдаем за противостоянием мировых держав. И вот на фоне всего вот этого, что происходит в мире, как вы считаете, потенциал Евразийского экономического союза реализован ли в полной мере или он еще не раскрыт даже? Ну, наверное, это вопрос такой отчасти риторический. Мы надеемся, во-первых, и работаем все вместе над тем, чтобы потенциал раскрывался и дальше, потому что он действительно еще не реализован. Это однозначно можно констатировать. Есть понятные точки роста, но очень важно, чтобы все партнеры по ЕС добросовестно, скажем, выполняли те договоренности, которые мы приняли на себя. И во многом это зависит от готовности устранять барьеры во взаимной торговле, развивать добросовестную конкуренцию, давать доступ на собственный рынок товаров, которые производятся в странах-партнерах. И если это все будет в положительной динамике развиваться, то мы будем видеть рост потенциала как раз взаимной торговли. Но опять же отмечу, что для Казахстана, как и для каждой из стран, есть определенные приоритеты. Для Казахстана, как страны-транзитера, очень важно, чтобы транзитный потенциал не ограничивался, в том числе внутри рынка ЕС. Но мы сталкиваемся также с решениями наших партнеров по Союзу, которые ограничивают как раз экспорт или транзит через свою территорию казахстанской продукции, которая, например, поставляется в Украину. И были решения со стороны правительства Российской Федерации, которые регламентировали транзит определенных продуктов или товаров через свою территорию. И мы столкнулись со сложностями поставок, например, по углю, то есть по коксу, который поставлялся с территории Казахстана в Украину. И пришлось предпринять целый ряд мер реагирования для того, чтобы привлечь, во-первых, внимание к этой проблеме, ну и после на уровне межправительственном, между министерствами профильными, все-таки удалось в ручном режиме отрегулировать ситуацию. При этом простаивали на границе почти 430 вагонов с груженных нашей продукцией. Ну и в связи с этим определенные убытки казахстанские поставщики понесли. Поэтому мы считаем, что свобода транзита – это выгода для всех стран-участниц, которые как раз-таки вовлечены в этот транзит. Я помню такую ситуацию не только с вагонами, но и с большегрузными автомобилями, когда отечественные перевозчики тоже терпели убытки, транспортные компании терпели убытки. И тогда палата, национальная палата предпринимателя Атамикен поднимала этот вопрос в СМИ, муссировала. Вот у меня в связи с этим вот такой вопрос. Национальная палата все-таки это какое-то больше общественное объединение, не имеет каких-либо инструментов давления. Какие инструменты разрешения таких ситуаций есть в арсенале палаты конкретно? Ну, во-первых, это опыт, который уже накоплен за время существования национальной палаты. Это уже период шестилетний. Но палата же не может выйти, допустим, на тот же Россельхознадзор и сказать... На самом деле, ну, во-первых, я хотел бы отметить, что вы очень точно заметили и напомнили о ситуации, которая была связана с простоями автотранспорта грузового. Сейчас мы, к сожалению, тоже периодически получаем обращения от наших автоперевозчиков, грузовых перевозчиков, которые сталкиваются с тем, что ограничивается вот эта свобода транзита в рамках соглашения ТИРКОРНЕТ, которое предполагает свободный проезд по территории стран, которые присоединились к этой конвенции. Ну, мы видим, что заходя в одном пункте пропуска, наших грузоперевозчиков отправляют в соседний, и это все сопровождается выгрузкой или дополнительными проверками на складах временного хранения. То есть это все, ну, скажем, на наш взгляд все равно ограничивает, да, потому что это связано и с затратами, и с временными потерями. Ну, серьезно, по карману бьет. Это бьет по карману, и мы, кстати говоря, разошлись во мнениях с Евразийской экономической комиссией во взглядах именно на эту проблему, так как коллеги считают, что ее уже нет, этот барьер снят, но мы все-таки эту тему с повестки не снимаем, и о чем в обращении своем в Евразийскую экономическую комиссию упомянули. Что касается арсенала, того, которым мы располагаем, как Национальная палата предпринимателей, мы участвуем сегодня фактически во всех консультационных совещательных органах при Евразийской экономической комиссии. Их насчитывается более 30, это профильные, по узким каким-то направлениям. Наши эксперты в них работают фактически ежедневно. Не обязательно ездить по месту нахождения комиссии, мы работаем сейчас в режиме видеоконференции. Мы участвуем в заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, благодаря тому, что правительство прислушивается, в том числе, к позиции бизнеса, когда вырабатывается страновая позиция. И я думаю, что вот эта вовлеченность в работу самой комиссии, ее структур, позволяет нам доносить то мнение или риски, которые мы видим, от казахстанского бизнеса. Но в то же время есть и такая структура, как Деловой совет Евразийского экономического союза, где представлены крупнейшие бизнес-объединения стран. Там мы тоже пользуемся этой площадкой, вырабатываем консолидированную позицию и доносим ее до органов Евразийской комиссии. Евгений, когда Евразийский экономический союз только зарождался, только становился на этапе становления, было очень много критики со стороны, было очень много критики о том, что казахстанские переговорщики не в полной мере отстаивали национальные интересы отечественного бизнеса. Как вы считаете, соответствуют ли такие заявления в действительности или нет? Ну, как человек вовлечен в этот процесс, я могу сказать, что сейчас компетенции у переговорщиков, они на уровне, да, и позволяют нам действительно отстаивать позицию. Другое дело, что сейчас мы находимся уже на другом периоде интеграционных процессов, когда очень важно быть аргументированным. Нужна аналитика, нужна подготовленность в цифрах. Если какой-то вопрос инициируется одной из стран, ну, надо быть готовым к тому, что над этим поработал целый институт, какой-то мозговой центр и так далее. Потому что если у тебя позиция не выверена, если ты не можешь доказать ее экономический эффект, положительный или отрицательный, то тогда отстоять такую позицию будет сложно, каким бы ты ни был оратором, каким бы ты ни был опытным переговорщиком. Все-таки цифры – это то, что понятно каждому, и цифры не обманешь. Поэтому сегодня мы считаем, что, ну, и мы, во-первых, как национальная палата, делаем ставку на качество наших аргументов, на то, чтобы бизнес-интересы были не просто, ну, какими-то, как принято говорить, хотелками, да, или мы пытаемся это все обосновать с точки зрения экономической целесообразности, каких-то последствий от принятия тех или иных решений. Поэтому сегодня создано профильное министерство, вы знаете, Министерство торговли и интеграции, и мы надеемся, что как раз вместе с этим министерством удастся усилить переговорные позиции Казахстана по приоритетным для нас направлениям. И последний вопрос, Евгений. Какие бы рекомендации вы дали казахстанским бизнесменам, которые намереваются выходить на рынки Евразийского экономического союза? Прежде всего, рассматривать эти рынки как ближайшие, как приоритетные, не замалчивать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Потому что, ну, когда не знаешь о проблеме, и ты один вынужден с ней там бороться каким-то образом, ну, это достаточно сложная и неравная борьба. Поэтому о проблемах нужно заявлять, нужно к нам обращаться. Мы имеем дочернюю структуру в лице внешнеторговой палаты, которая занимается продвижением экспорта. Наш блок интеграционный, как мы его называем, полностью ориентирован на поддержку отечественных производителей. И целый ряд компаний мы предлагали, в том числе, в программы импортозамещения в Российской Федерации, в программы промышленной кооперации. И эти возможности надо использовать, потому что, ну, это та ниша пока, которая не занята. И, да, конкуренция сложная, да, но вода камень точит. Поэтому, я думаю, будучи конкурентоспособными, работая над качеством собственной продукции, я думаю, есть все шансы постепенно, постепенно убеждать, прежде всего, потребителей, клиентов в том, что наша продукция должна присутствовать на этом рынке. Ну, и тогда, я думаю, общими усилиями с правительством будут созданы условия для беспрепятственных поставок нашей продукции на рынке ЕС. Ну что ж, спасибо, Евгений, за интересную беседу. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен Евгений Больгерт. На этом программа завершена. Занимайтесь бизнесом. Вас обязательно поддержат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин